Здравствуйте! Информационная картина пятницы 10 июня в материалах наших корреспондентов. В эфире «Время Одессы». Вот главная тема выпуска. В Одессе открыли первую в Украине общественную приемную СБУ. Работать обещают оперативно и круглосуточно. Открыли вход. Гражданские активисты срезали замки на воротах летнего театра в горсаду. Это все территория коммунальная. Мы тут. Это полноправные властники этой территории, цели громады. Из прошлого века. В Одессе прошел фестиваль ретроавтомобилей и мотоциклов. Мы вложили в эти автомобили огромные деньги, огромные усилия, чтобы вы их сегодня видели такими, какие они есть. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, в Одессе появилась общественная приемная СБУ. Первая в Украине. Работать обещают круглосуточно, а запросы будут отправлять в Киев. На церемонию открытия приехал глава ведомства Василий Грицак. По его словам, наш город выбрали как один из самых проблемных. За последний год украинские спецслужбы зафиксировали на территории страны 26 диверсионных групп. Часть из них в Одессе. Сейчас, по оценке Грицака, ситуация в регионе стабилизировалась. Глава СБУ уверяет, общественная приемная станет еще одним шагом в процессе реформирования ведомства. Ну и также Грицак подтвердил информацию о том, что двоих подсудимых по делу 2 мая могут обменять на заключенных в России украинцев. Предположительно, речь идет о гражданах Российской Федерации Евгении Мефедове и Максиме Сокауаве. Ожидается, что их поменяют на Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, осужденных на 7,6 лет колонии строгого режима. По данным СБУ, всего в России под стражей находится 11 украинцев, которых в скором времени могут вернуть на родину. Проход в Летний театр открыли. Гражданские активисты спилили замки на воротах в горсаду. Доступ на территорию для горожан ограничили больше 10 лет назад. Причем, по словам общественников, незаконно. Теперь здесь поставили главные атрибуты концертной площадки – пианино и вешалку и уже готовятся к первым выступлениям. Правда, собственники Летнего театра с активистами не согласны и намерены вернуть замки на место. Тему продолжит Ольга Дунская. Возмущенные активисты пытаются попасть в Летний театр, однако ворота охрана открывать не спешит. В результате вход пускают в болгарку и спиливают замок. Спустя несколько минут ворота в Летний театр открыты. В последний раз Александра была здесь еще в молодости. Приходила слушать симфонический оркестр. А однажды в Летнем театре даже снимали кино. Женщина участвовала в массовке. Говорит, от прежнего места отдыха не осталось и следа. Это великолепно, что открыли. По этой причине я тут же пришла, чтобы выяснить, что же здесь будет. Пока что я вижу разруху. Но на мой взгляд, уже то, что открыли, это большое достижение. Я считаю, чтобы отвернуть симфонические оркестры, бесплатные для пенсионеров, и, конечно, интересные группы, чтобы приезжали, чтобы снова оживился этот маленький кусочек нашей Одессы. Возродить летний театр хотят и активисты. По их словам, эта земля находится в коммунальной собственности, поэтому гулять здесь могут все желающие. А вот здания принадлежат частному лицу, который и закрыл доступ на территорию. Это все территория коммунальная. Мы тут полноправные властники этой территории, это громада. Люди проходят, гуляют, фоткают, смотрятся, что 20 лет уже не видели эту территорию. Приватную властность заметят, а никто не заходит. Есть у нас куча талантов, которые могут сюда приходить и выступать. И тут люди могут открывать для себя новых музыкальных талантов в Одессе. Люди могут транслировать, как мы вчера транслировали, какое-то там немецкое кино, обычное кино. На протяжении 18 лет летний театр был закрыт для посетителей. С сентября прошлого года активисты уже открывали ворота, правда, ненадолго. И все это время вели переговоры с собственниками и чиновниками. Что закрыто было, мы устали от отписок, насколько можно. И мы в данной ситуации противодействуем преступлению. Потому что мы считаем, что человек закрывает ворота и не пускает нас на муниципальную собственность. Это преступление, мы ему противоборствуем. А вот у представителей собственника другое мнение. Территория была закрыта по закону и уже скоро здесь поставят новый замок. Сейчас вы открыли территорию. Будете выпускать людей? Нет, эта территория закрыта. А здесь? Частная, частная. Уже когда полностью вся территория. В прошлом году, когда у нас был первый конфликт с ребятами, все документы предъявили, показали в милиции, оно все есть. Тем временем активисты принесли на территорию летнего театра главные атрибуты концертной площадки – пианино и вешалку. Любой театр начинается с вешалки. И хоть он и летний театр, мы надеемся, что эта вешалка станет началом новой эпохи в истории этого заведения чудесного. В ближайшее время общественники планируют проводить здесь концерты и кинопоказы. Ольга Дунская, Дмитрий Воровецкий, Первый городской. Идем дальше с виселицей и навозом. Гражданские активисты попытались сорвать прием в российском консульстве по случаю Дня России. Вначале они планировали устроить коридор позора для всех, кто входит внутрь. Под стенами установили даже две виселицы и принесли ведро с навозом. Правда, пустить его в ход и закидать здание экскрементами не смогли. Активистам помешали стражи порядка. Мы тут для того, чтобы увидеть те обличия, которые входят до консульства державы-агрессора в тот момент, когда тысячи украинских военных загинуло на Донбассе, в тот момент, когда много украинских политвязников перебывает на территории Украины. У жителей Одесской области изъяли больше 500 бутылок паленого алкоголя и полторы тысячи литров спирта. Совместную операцию провели пограничники и полицейские. Дома у злоумышленника также обнаружили компоненты для изготовления коньяка, самодельной этикетки и бутылки. Досудебное расследование по этому факту продолжается. Мужчине грозит крупный штраф. На Старосиной площади продолжаются работы по благоустройству. В районе разворотного кольца трамвая укладывают тротуарную плитку и обустраивают парковочные карманы. По проекту рядом должна расположиться зона отдыха, фонтан и торговые павильоны. Также частично привели в порядок пешеходные дорожки и детскую площадку в сквере. Напомню, благоустраивать территорию здесь начали еще в прошлом году. Со Старосиной площади демонтировали старые торговые ряды и заменили трамвайные рельсы. Одесские патрульные выучат язык жестов. Занятия для стражей порядка уже начались, однако программа необязательная. На уроки ходят по собственному желанию. Как поясняют сами полицейские, это поможет оказывать квалифицированную помощь людям с ограниченными возможностями. Пока новички выучили только базовые фразы и алфавит. Преподавателями выступают сами инспекторы, которые уже владеют навыками. Такие занятия будут проводить несколько раз в неделю. В Одессе открылся масштабный фестиваль мотокультуры и ретроавтомобилей. На морвокзале показали около 80 авто и мотоциклов. Все они выпущены в период с 20-х по 80-е годы прошлого века. Большинство машин советских марок, но есть и американские модели. По словам владельцев, раритеты чаще всего находили на мусорных свалках и приводили в порядок своими силами. Репортаж Ольги Клименко. Хромированные детали, кожаные, мягкие сидения. На ретро-выставке представлены самые известные модели авто и мотоциклов 20-го века. Большинство из них владельцы нашли на свалках. Эту машину обнаружили на окраине Одессы. Восстанавливали ее очень долго. Оригинальные детали найти оказалось непросто. В Советском Союзе на таких автомобилях ездили исключительно вип-персоны. Зим 1953 года считался любимым автомобилем самого Хрущева и Брежнева. Ретро-автомобиль требует постоянного ухода. Все детали надо время от времени перебирать. А еще на машине стоит ездить, чтобы не застаивалось. Для Максима это семейное хобби. В его гараже два старинных авто. Раритеты собирал еще дед. А со временем заботы о них перешли самому Максиму и его отцу. Каждый автомобиль представляет для нас частичку себя. Мы вложили в эти автомобили огромные деньги, огромные усилия, чтобы вы их сегодня видели такими, какие они есть. Это неописуемо. Это должен каждый человек сам прочувствовать, когда он уделяет какому-то делу более 15-20 лет. То есть он сосредоточен на этом. То есть это машина бесценная. У некоторых автолюбителей более 30 ретро-машин. Ухаживать за ними очень дорого. Поэтому зимы москвичи из «Жигули» сдают в прокат. А некоторые экземпляры даже успели сняться в кино. Вот эти автомобили снимались у нас в фильме «Черная кошка», «Плимут» и «Опель Капитан». А этот легендарный советский «Бобик» – «Ванки» с «Молдаванки». Некоторые владельцы машин свои детища от зрителей оградили. Другие, напротив, разрешали с ними фотографироваться. Приехали на фестиваль не только любители авто, но и ретро-мотоциклов. Хозяева говорят, с железными конями проще, чем с авто. Детали искать легче, а некоторые можно сделать своими руками. Многим нравятся совсем старые модели. Они хоть и медленные, но более надежные и эффектные. Сел, поехал, бур-бур-бур, 50 километров скорость, ты поедешь и получаешь удовольствие. Люди смотрят, кто сигналит, кто показывает. Людям нравится и мне нравится. Организаторы ретро-фестиваля говорят, ретро-машины и мотоциклы привлекают одним внешним видом. Но у многих из них есть еще и долгая увлекательная история. Вот тот владелец, который владеет, вся эта тусовка старая, которая еще занимается этими ретро-машинами уже по 40-50 лет. Но они внесут в себе больше энергетики и информации, чем сами автомобили. Поэтому тут интересна сама тусовка креативных неординарных людей. Больше, чем даже самих машин. В этом ретро-фестивале принимают участие 80 авто и мотоциклов. Посмотреть на необычные модели одесситы смогут в ближайшие несколько дней, до 12 июня. Ольга Клименко, Руслан Пейков, Первый городской. Ну а в эти минуты в центре города продолжается фестиваль Одесса Классикс. Возле Воронцовской колоннады под открытым небом проходит концерт. Там находится наш корреспондент Ксения Барвиненко. Итак, Ксения, вечер добрый. Тебе слово. Добрый вечер, Олег. У колоннады Воронцовского дворца начинается гала-концерт в рамках фестиваля классической музыки Одесса Классикс 2016. Сегодня гости этого концерта смогут послушать известную классическую музыку и саундтреки к популярным кинофильмам. А Воронцовская колоннада станет полотном для световых и музыкальных эффектов. Площадка перед колоннадой практически вся заполнена людьми. И вот, собственно, за моей спиной начинается сам концерт. Он продлится несколько часов. Это open air. Люди свободно смогут прийти, послушать музыку. Ранее это мероприятие хотели провести на Потемкинской лестнице, но ее закрыли на реконструкцию, и организаторы решили перенести гала-концерт к Воронцовской колоннаде. Студия. Спасибо, Ксения. Напомню, это была наша корреспондент Ксения Бровиненко. Она сейчас находится возле Воронцовской колоннады, где в эти минуты под открытым небом продолжается фестиваль Одесса Классик. Ну и вот на этой ноте сегодня мы ставим точку. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Итоги недели в субботу в 19 часов подведет Виталий Милевич. Ну а с понедельника в этой студии встречайте очаровательную Ирину Коробко. Я желаю вам отличных выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова